Друзья, мы находимся на территории храма литературы. Здесь в 10 веке начал свою работу вьетнамский университет. А этот большой барабан не что иное, как университетский звонок. Большой чемодан здесь. Уходим здесь. Нельзя по нему стучать вообще никак. Вот такой внушительный барабан-звонок был в первом университете Вьетнама. Какой-то сначала здесь училась только знать, а потом уже по всей стране стали собирать одаренную молодежь. Учебный курс длился от 3 до 7 лет. В основном читали лекции по литературу и видению и писали сочинения. Кстати, барабан прозвенел. У меня сейчас урок музыки, между прочим. Можешь не ходить? Очень звучно получается. Хуэ хам там. Хуэ, что это за инструмент? Впервые в жизни вижу... Каламбут. Каламбут. Как? То есть еще и как-то... Ага. Как-то под определенным углом нужно хлопать? Да, да. Чуть не сломал. Играют на клонг-путе только женщины. Загласно легенде, бамбуковые трубочки клонг-пута – место жительства богини мать риса. В них, собственно, и хранились имена на рассаду. Хлопали в ладошки вьетнамские женщины прямо в полях в течение сезона посадки. Считалось, что мать риса придет и поможет рису быстро расти. Если играть в последний день уборки риса, мать риса придет и будет спать всю зиму на складе. А потом на следующий сезон посадки она вместе с именами пойдет в поле. Вот такое вьетнамское устное народное творчество. Я что хочу сказать, друзья? Что, может быть, конечно, я неправильно складываю ладони. Может быть, это долгие годы тренировок, но у меня звука нет. Как у Хуа, у меня не получается. Трэн. Потому что он звучит как трэн. Трэн. А, потому что, наверное, трэн. Трэн. Друзья, смотрите. Эта палочка уже интересна тем, что она функциональна сразу с двух сторон. Вот видите, удар на ее части. С помощью нее можно извлечь сразу октаву на этом инструменте. Послушайте. Нота до. Высокая. Нота до. Низкая. Одновременно это звучит вот так. За три тысячелетия истории Вьетнама в этой стране появилось свыше ста видов музыкальных инструментов. Что характерно, вьетнамцы всегда стремились приблизить их звучание к звукам, рождаемых самой природой. Поэтому большая часть вьетнамских инструментов не рассчитана на большую силу звучания. Таков и бамбуковый ксилофон трэнг. Смотрите, как правильно нужно держать. Ну, я скажу честно, охотился я на самом деле вот именно за этим инструментом. Как он правильно называется? Данбоу. 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 Данбоу, друзья. Можете научить играть меня на нем? Все, понял. Как искусственный флажолет на гитаре. Если попробовать просто извлечь звук, получается грубо, грубо. А надо? Да, да, да. Прикладываем руку напротив первого лада и извлекаем на втором. Искусственный флажолет. Данбоу. Инструмент, без которого акустическая карта Вьетнама просто немыслима. Бдительные родители запрещают своим дочерям слушать эту музыку, дабы защитить их от эмоциональной притягательности звуков этого инструмента. Намного сложнее, чем на гитаре. Это уже третий народный вьетнамский инструмент, друзья, который требует точной, тонкой работы. Мне кажется, годами нужно учиться на них играть. Короче, если ты умеешь играть на Данбоу, то ты первый парень на деревне. Какая гармошка, о чем вы говорите. Нет, это действительно удивительно, друзья, потому что рок-музыканты меня понимают. Есть такое понятие Флойд Роуз на электрогитаре. И я подозреваю, что он взял свое начало именно с Данбоу. Господа, флажолеты Флойд Роуз. Два слова в нашем чемодане, которые требуют разъяснений. Ответ – гугл. Мы же звуки записываем. А энциклопедии все там, в сети глобальной. Кстати, звучит, если кто не заметил, хит всех времен и народов. Миллион-миллион алых Флойд Роуз. Ну, что я могу сказать, друзья? Кир Хамат, Ингви Маумстин и Стивай отдыхают. Музыкальное богатство вьетнамского народа прикрепляем на карту. Это должны слышать все без исключения. Дождь в Вьетнаме всегда начинается неожиданно и льет, как видите, шумной стеной. Он, кстати, нам помог заработать дон-донги. До ливневых событий и до знакомства с Трынгом, Клонг-Путом и Донбоу мы еще кое-что услышали. Да, время похвастать нехиленьким звуком, живущим в храме литературы аж с 10 века. Здесь, в храме Конфуция, еще когда работал университет, перед началом любого праздника звонили в этот колокол и били в барабан. Сегодня самый обычный день, но для большого чемодана сделано исключение. Сейчас, прямо сейчас, друзья, мы услышим, как это звучало в древние времена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так пошумели мы в Ханое. Возвращаемся в окружении древнейших вьетнамских инструментов, и тут на тебе, я это называю звук мимоходом. Стрижка в дерево шань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю, что с урока музыки нам не сбежать, потому как дождь на руку. Друзья, здесь уже собралась публика, нельзя не воспользоваться этим моментом, не исполнить песню Чонг Ком. Знаете песню Чонг Кома? Чонг Кома. Чонг Кома. Чонг Кома. Я предлагаю вот что сделать. Давайте... Я положу шляпу вот так вот, и мы заработаем денег с помощью этой песни, потому что людям наверняка понравится. Ха-ха-ха-ха, окей? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха, окей? Ха-ха-ха-ха, окей? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да да, да. Ну, что, по коням девичку. Обожаю эти моменты, когда люди просто берут и соглашаются на любую движуху. Так, окей. Я, как всегда, говорю заочный текст, что мы первое акустические путешественники, второе голодные, хотя на голодных не похоже, далее о том, что собираем звуки и поем местные песни, вот шляпы, тогда нужно кидать монеты и последнее. Все заработанное мы честно разделим, половина останется в храме. Манин вон, ома-бон, манин вон. Лон, дом, дай, доконем, ома-дити, доконем, ома-дити, доконем, ома-дити. Монг бей, тент-ти, гон-дэ, вон, дай, но окей, дон-дон. Тэнкью, тэнкью. Каман! Девчонки, мы с вами заработали 5 евро, так 10, 20, 30, 40, 50 тысяч донгов и 1 доллар. 50 тысяч донгов это 2,5 доллара, и того, я предлагаю так. Значит, 50 тысяч донгов и доллар я забираю себе, а вам 5 евро, так будет по-честному. Окей? Окей, окей. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова